Новости киберспорта со всего мира Новости киберспортивных турниров Таких как Электроник Спортс, Волд Кап и Геймбюр Самые навороченные девайсы для настоящих киберспортсменов Надежный и удобный геймпад Maxfire Blaze 2 Позволяет полностью погрузиться в виртуальное пространство ваших любимых игр А также мы ждем вас в нашей школе виртуального спорта Сегодня мы подробно расскажем об автомате Калашникова И о том, в каких случаях стоит использовать Кольт И конечно же вас ждет недетский бой между командами Форзе и Кибер Интересный случай произошел на днях в США Где за подозрение попытки похищения Была арестована 31-летняя гражданка Австралии Девушка, игравшая за мага в World of Warcraft Познакомилась с 17-летним воином именно в игре Вскоре родители сообщили про фазу своего сына А впоследствии парня поймали в аэропорту Совсем скоро состоится несколько крупных киберспортивных инвентов В их преддверии российская команда Virtus.pro объявила о своем составе Константин Груф возвращается к обязанностям тренера А на СВЦ его заменит Александр Грибов Сегодня стал известен последний участник команды Это талантливый украинский игрок Иоанн Эдвард Только представьте себе виртуальный кубок EA Sports по FIFA Проходящий онлайн 11 на 11 В котором бы столкнулись лучшие виртуальные игроки планеты Нет, вы наверное до сих пор не поняли Вы берете на себя ответственность не за целую команду А лишь за одного игрока Остальных контролируют ваши друзья Чем не повод собрать веселую компанию И покорить своей игрой планеты Сейчас это только мечта Но все начнется уже скоро С режима BFRO в FIFA 0 Голландская Counter-Strike команда DigitalMind И германская Mishkin Участвовавшие в DreamHack Summer 2007 Обвинили шведскую организацию в некомпетентном и нечестном суде Дело в том, что команды не записали демки своих игр За что были дисквалифицированы Команды заявили, что правила Никак не экзаментируют наказание За несохранение демо-записи Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы сравним два Можно сказать, основных оружия в Counter-Strike Кольт М4А1 и АК-47 Начнем с АК-47 Несомненно, это одно из самых мощных инструментов ведения боя и уволения противника Главный путь АК-47 в завидной точности попадания из этого оружия при одиночной стрельбе с довольно больших дистанций Часто бывает, что даже полуоптика, облегчающая ведение огня на далеких расстояниях Здесь уступает АК-47 Уступает здесь и Кольт М4А1 Важное преимущество АК-47 и его мощность В упор калашников уничтожает быстрее любых видов огнестрельного оружия Теперь о факте используя Кольт М4А1 При ведении боя на длинных дистанциях АК-47 это оружие, которая выводит возможность сохранения точности попаданий даже при стрельбе по 3-4 пуль Чего часто хватает для достижения ликвидации цели На средней дистанции курсы попаданий из Кольта, пожалуй, ставит это оружие даже выше при свободном АК-47 Лишь очень эпоп-русивный АК-47 сможет продемонстрировать Кольту на средней дистанции Путь с этим управляются даже новички, так как вы не можете делать поправку на уведенной отдачей ствол как у АК-4 На этом все. Мы ритуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее Самые навороченные девайсы для настоящих киберспортсменов Надежный и удобный геймпад Maxfire Blaze 2 Для игровой системы PlayStation и обычного ПК Позволяет полностью погрузиться в виртуальное пространство ваших любимых игр И, конечно же, вас ждет недетский бой между командами Forze и Кибер Клавиатуры бывают разные, но основной их недостаток — это неудобство транспортировки Очевидный вывод — клавиатура должна быть мягкой, дабы можно было свернуть, сложить и сэкономить место И герметичной, дабы никакая гадость не могла попасть внутрь и повредить тонкую механику и электронику Сегодняшний уровень технологий вполне способен это обеспечить Но, естественно, путем отказа от привычных материалов Собственно, это мы и наблюдаем в клавиатуре OCT109 Беспроводная оптическая мышь Defender S Fenix 5195 с аккумуляторным питанием и возможностью удобной подзарядки Кроме того, имеет легкий вес и не требует установки на компьютер дополнительного программного обеспечения Разумеется, присутствуют некоторые шероховатости, однако они вполне компенсируются низкой ценой — менее 20 долларов Заявление производителя о том, что видеокарта Club 3D 8600GT Overlocked является самой мощной в своем классе — неверно Видимо, они плохо изучили продукцию конкурентов В остальном характеристики карты соответствуют высоким требованиям киберспортсменов Графический чип NVIDIA G84 с 32-мя потоковыми процессорами Поддержка DirectX 10, OpenGL 2.0 и прочие особенности, свойственные восьмому семейству G4 Надежный и удобный геймпад Maxfire Blaze 2 для игровой системы PlayStation и обычного ПК позволяет полностью погрузиться в любимые игры Двухмоторная система вибрационной обратной связи позволяет ощутить каждый поворот, спуск, толчок и удар Эргономичная конструкция обеспечивает максимальное удобство при игре и взрослым, и детям Функция Turbo, используемая для автоматического повтора команды, обеспечивает превосходный контроль Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня нам с вами предстоит увидеть очередной матч, прошедший в рамках кругового этапа Национальной профессиональной киберспортивной лиги сезона 2006-2007 Сегодня на киберспортивной арене друг другу будут противостоять КСК «Форзе» город Москва и КСК «Кибер» город Иваново Состав команды Михаил Кулер-Филонов, 21 год Никита Фиксиус-Чубаров, 18 лет Илья Нейл-Петин, 22 года Дмитрий Кекс-Кияткин, 24 года Дмитрий Митябельский, 19 лет Состав «Кибер» очень перспективный Игроки подходят к игре со своим видением, разве что опыта участия в профессиональной лиге у них меньше в сравнении с другими участниками Но и это им не мешает периодически показывать равную игру с фаворитами лиги «Форзе» Состав команды Андрей Хома-Мироненко, возраст 17 лет Владимир Тарлунд-Переволодский, возраст 22 года Кирилл Похмел-Бобрик, возраст 19 лет Виктор Мос-Москвин, возраст 22 года Павел Фунт-Луканидин, возраст 21 год Состав команды «Форзе» также потерпел серьезные изменения К началу второго сезона менеджментом команды занялся небезызвестный Никита СМБ-Бокарев Им было принято решение о переукомплектации команды После ряда перестановок из прежнего состава остался только «Москвин» А вошли в команду Кирилл Похмел-Бобрик, игравший до этого в КСК «Раш-3Д» Владимир Тар-Переволодский, выступавший в первом сезоне за КСК «МТД» Павел Фунт-Луканидин, выступавший ранее за КСК «Кликмаус» Еще один новичок он покоял Андрей Хома Мироненко Все готово для начала матча Производятся рестарты, и в свою первую атаку идет команда «Кибер» Они быстро атакуют плент А, оставив прикрывать к спину одного Митю Первый фраг делает Кекс, он убивает мозга Форзы теряют еще двоих, Похмела и Тарлунда А завершает раунд Фиксиус, убивает оставшихся Хому и Фунта 1-0 в пользу Кибер, неплохое начало В следующем раунде Кибер решают сэкономить деньги, и только трое покупают оружие Но первые два фрага ивановцы делают из пистолетов Митя убивает Фунта на улице, а Фиксиус расправляется с Тарлундом на радио Далее выходят на плент А, ставят бомбу, и второй раунд падает в копилку Кибер В третьем раунде Кибер снова занимают стратегическую оборону на нуле Форзы идут в аркаду, но Кибер встречают их и отстреливают по одному Счет становится 3-0 в пользу Кибер В четвертом раунде у Кибер уже есть деньги на оружие, и они не на шутку разозлились Кибер снова быстро атакует плент А Им удается убить там Хому и Похмела Но Форзы, оставшись втроем, делают над собой усилие и добывают один раунд на свой счет 3-1 После 7 подряд проигранных раундов Кибер вынуждены провести экономический раунд Закупившись дезерт иглами, ивановцы атакуют несколько направлений Оставшись втроем, Кибер проходит по улице, но там Фунт показывает чудеса стрельбы Убивает Фиксиуса и Нейла из кольта и последнего добивает из пистолета 8-3 в пользу Форзы В пятнадцатом раунде Тарлун с Похмелом идут в контратаку В итоге размен, команды остаются 3 на 3 Митя убивает Хому, и Кибер начинает продвигаться к раму Но там их встречает Фунт Убивает Митю и Фиксиуса из кольта Но его останавливает Кулер Но в этот раз чудеса стрельбы демонстрируют Похмел Он убивает Кулера прострелом через стену Счет за первую сторону 12-3 в пользу Форзы Команды меняются сторонами, и в атаку идут уже Форзы Мозг с Хомой залезает на скалу Фунт с Похмелом выходит на плент А И тут Хома делает целых 3 прага У Киберов в живых остаются только Кулер и Митя Митя убивает Фунта с Хомой, а затем еще Тарлунда и Мозг Разминирует бомбу и открывает счет раундом 1-0 в пользу Кибер При счете 4-0 в пользу Кибер Форзы атакуют рампы, оттесняя игроков Кибер к пленту А Москвичи занимают нижний плент и ставят бомбу И, оставшись вдвоем, Мозг с Тарлундом Приносит своей команде первый взятый раунд во второй половине матча В 8-м раунде Форзы проводят стремительную атаку на верхний плент Но у Кибер нет денег на оружие и москвичи без особых потерь Берут столь важный для них раунд 5-3 в пользу Кибер А общий счет матча становится 15-8 в пользу Форзона Это значит, что для победы Форзам не хватает всего лишь одного взятого раунда Девятый раунд Кулер рискует, выходит в аркаду на ноль и убивает Тамфунта Похмел с Мозгом проходят по улице, а Тар убивает Фиксиуса в будке Нейл из окон убивает Похмела, а Кулер убивает Тарлонда в будке Хома с Мозгом остаются вдвоем против четырех Хома спускается на плент Б и убивает Таммитю А Мозг с бомбой уже подходит к пленту А Выходит и сразу же убивает Кулера на будке 2 на 2 Мозг ставит бомбу, а Хома в этот момент прикрывает его Убивает Кекса, ну а победный фраг делает Мозг минус Нейл Поздравляем команду Форзе Они в очередной раз продемонстрировали собранность в игре и моральное равновесие Ну а команде Кибер остается пожелать играть дальше и не сбавлять темпы тренировок Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта и конечно новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok